Добрый день, уважаемые коллеги. Я горд, что у меня есть конфликт интересов. На самом деле, если говорить о брутилиальном раке, то всегда была третья дочь в онковорологии, но при этом, или третий сын, но при этом, на самом деле, это достаточно важная область. И когда появился интерес, а раньше мы вообще не говорили об этой нозологии, особенно химиотерапевту, это, по сути, было интересно, два режима. И, в общем, по сути, одна линия, а затем симптоматическое лечение. Но при этом это всегда было самое дорогостоящее, одно из самых дорогостоящих нозологических единиц в онкологии, в принципе. Другое дело, что есть ранние формы рака, есть уже прогрессирующие, и они, конечно, стоят по-разному. Но, тем не менее, важность этой проблемы, она, безусловно, и рак мочевого пузыря на сегодняшний день, как бы, в том числе и поэтому, стал чрезвычайно интересным. Мы на всех конференциях видим доклады в этой области. Тем более, что, действительно, благодаря вот этим событиям мы получили возможность предложить терапию как в первой линии дополнительную, так и во второй линии лечения этих пациентов. На самом деле, конечно, мне кажется, есть огромная проблема в том, что мы на сегодняшний день получили новое совершенно направление в лечении онко-онтологических больных. Произошла ли революция? Ну, я не знаю, произошла ли революция, это покажет жизнь, но при этом, мне кажется, с одной стороны, мы получили на сегодняшний день просто очередные варианты лечения, очередные линии терапии. Мы продолжаем играть в той достоверности. Где-то есть большая эффективность в лечении выживаемости, где-то, в общем-то, она меньше или практически отсутствует. Пока требуется время, накопление данных, анализ и так далее. Но в той череде исследований, которых мы на сегодняшний день видим, уже достаточно сложно порой даже определяться в тех препаратах и тех схемах, которые мы сегодня уже достаточно быстро внедряем в повседневную жизнь. При этом, на мой взгляд, на самом деле, ведь почему так быстро дали Нобелевскую премию? Мне кажется, мы просто получили реализацию надежду на то, что наша мечта об иммунологии, иммуно-онкологии, она все-таки разрешилась. И мы увидели, что действительно у человека есть механизмы, благодаря которым он сам способен регулировать свой онкологический процесс. Да, и мы получили это материальное подтверждение. И поэтому, наверное, вот в этом основная как бы изюминка сегодняшнего дня. И в этом основная проблема. Мы к этим схемам подходим с позиции классической токсической химиотерапии. Все, что мы делаем, мы делаем на том базе, на том опыте, который у нас есть, совершенно из другой области. Они не похожи. Не похожа токсическая химиотерапия, к которой мы привыкли, и иммуно-онкология. И вот эти задачи как раз, наверное, являются на сегодня первостепенны. Определить те особенности, определить те основные направления развития этой области, которые определяют эффекты в будущем. А то, что мы видим сегодня, это пока еще ранние результаты. Но мы ими активно уже пользуемся, потому что, конечно, мы видим хорошие клинические эффекты. И если говоря об этой именно проблеме, то, ну посмотрите, мы берем, например, рак почки и определяем группы прогноза, которые созданы на основе исследований, посвященных таргентной терапии. Мы вообще не говорим о группе прогноза на основе какой-либо иммунологии. Иммунограммы, количество лимфоцитов, их динамики, инфильтрирующих лимфоцитов и так далее. Уж не говоря о том, что мы имеем только две молекулы, на которые воздействуем, и которые на сегодняшний день пытаемся оценивать, а при этом мы еще их и не умеем толком оценивать. Потому что те проблемы и те определения, в частности, ПДЛ, они как раз лежат в том, что по сути у нас еще нет унифицированного точного теста, который бы нам позволял ориентироваться в этой ситуации. Поэтому мы задаем вопрос, а стоит ли его смотреть или не стоит. Поэтому, конечно, будущее прекрасно. И на самом деле сегодняшние эти художественные части презентации, где мы видели черную сторону и дверь в светлое будущее, а на самом деле у меня родило воспоминание слов Ильфа и Петрова. Я их немножко перефразирую. Казалось бы, мы на пороге счастья. И вот уже есть новый этап иммунотерапии, а счастья-то все нет. И это действительно так. У нас еще достаточно много впереди. Эту мысль я разовываю попозже, там в конце. Она не так печальна, как я ее представил. Но, тем не менее, надо понимать, что вот эта дорога к счастью, она еще очень велика. И если говорить об уротелиальном раке, на самом деле здесь, наверное, все для иммуноонкологии достаточно просто. Есть две группы заболеваний. Это поверхностные формулы, неинвазивные. И самая основная их идея в том, что они генетически стабильные. И это как раз область, которая не подлежит по большому счету иммуноонкологии. Эти пациенты стабильны, они могут подвергаться хирургическому лечению, дальнейшему наблюдению в абсолютном большинстве. И есть другая часть. Она по массе своей, как бы по степени распространенности болезни очень большая. Но при этом, если посмотреть по числу больных, конечно, все-таки мы сегодняшний день в абсолютном большинстве имеем с первой частью этих больных. А вот вторая, та, которая генетически нестабильная. Причем частота генетических мутаций при раке мочевого пузыря достаточно высокая. Она находится, по сути, в пятерке лидеров среди всех нозологических форм. Именно поэтому, в том числе, мы знаем, что мы нашли эффективный, увидели эффект применения подобной терапии при уротелиальном раке, именно при метастатическом процессе. А сегодня мы говорим уже и говорим о том, что, наверное, появятся и одевантные, возможно, неодевантные режимы. Именно потому, что у нас есть определенная генетическая гетерогенность, есть надежда на то, что иммунная система все-таки будет работать в отношении этих опухолей. В отношении того, что я говорил вначале, что, наверное, мы все-таки не так еще думаем, не так воспринимаем ситуацию. Уже сегодня хорошо известно, что на иммунотерапию реагируют те опухоли и те пациенты. Не опухоли, а те пациенты, у которых уже есть какой-то предшествующий иммунный ответ. То есть только там, где мы видим, что организм уже реагирует, а где есть определенная иммунная реакция, в абсолютном большинстве эти пациенты реагируют на иммунную терапию, так называемые там холодные, горячие опухоли, неважно, но должен быть какой-то предшествующий иммунный ответ. И если мы используем то направление, о котором мы сейчас говорим, оно очень узенькое на самом деле, мы это увидели, мы можем ожидать эффекта. Потому что по сути мы запускаем, мы блокируем тот иммунный контроль, который призван оберегать наши собственные клетки, наши собственные белки, наши родные антигены, которые присущи в том числе опухолевой клетке от нашей самостоятельной агрессии. Поэтому, наверное, все-таки развитие, наверное, оценка всех маркеров чрезвычайно важна. На сегодня, понятно, есть работы, которые показывают, что в том числе экспрессия PD-L1 однозначно является негативным фактором прогноза, потому что чем больше маркер, тем больше контроль, тем менее выражена иммунологическая реакция. Но при этом мы понимаем, что с экспрессией PD-L1 большие проблемы. Первое, конечно, проблемы как биологические, так и технические, так и логистические, они все есть. И, наверное, они рано или поздно решатся, тем не менее. И тем более, что сегодня уже есть те системы, которые мы должны официально в ряде ситуаций использовать. Но при этом надо понимать, что они все-таки есть. Почему мы всегда используем эту фразу, но все же отвечают и те пациенты, у кого PD-L1 низкая. Во-первых, мы на 100% с вами не можем сказать, а действительно реально ли у этого пациента низкая PD-L1. Ведь никто об этом не скажет. Может быть, это старый материал. Нам на сегодня по закону возможно использовать мастерал пятилетней давности. А какой биологический толк от этого анализа, мы же не знаем. То есть пять лет назад было выполнено операцией, мы оцениваем этот материал. Поэтому ценность сегодняшнего теста, она достаточно низкая вот со всех этих позиций. И второй момент, который тоже надо понимать. Когда мы говорим такую фразу, мы ее говорим в абсолютной ситуации, когда у нас просто нет альтернативы. И для мочевого пузыря, если в первой линии альтернативы есть и уже появилась обязательная экспрессия, о чем будет показано дальше определение, то второй линии альтернативы нет в принципе. Нет второй линии химиотерапии рака мочевого пузыря. С чем сравнивать? И поэтому для нас неважно, по большому счету, определять экспресс-пределили или не определять. Поэтому это всегда вопрос, который возникает, на мой взгляд, такой склодхаристический. Он не имеет никакого смысла на сегодняшний день. Да, надо определять. Почему надо определять? Потому что мы должны создавать новое понимание развития подобного направления лечения. Мы должны себе формировать несколько другие, возможно, принципы. Ну или как минимум набираться опыта в оценке, в частности, состояния иммунного ответа, не только на уровне самой опухоли, но на уровне всего макроорганизма. Ну вот, в частности, такая пентаграмма, мы ее получили из лаборатории онкодиенея в Бельгии, где уже оценивают ряд компонентов для того, чтобы создать какой-то профиль возможного иммунного статуса, иммунного ответа на предполагаемое лечение. Здесь определяли и ПТЛ-1, и СД-8, инфильтрирующие целью лимфоциты, и микросателитную нестабильность, и мутационную нагрузку, еще один тест на чувствительность-резистентность по мутационной нагрузке. И в зависимости от этого строилась пентаграмма, которая либо равна нулю, и ни один из этих факторов не определяется, либо мы видим изменения, и пентаграмма может занимать красным весь, всю эту фигуру. Понятно, что это еще только кое-как проект, концепт-карк, который еще никогда, наверное, в жизнь не войдет, но тем не менее, понимание, что создание мультипараметрических моделей, которые помогут нам все-таки отбирать этих пациентов, это является основной, наверное, задачей, одной из основных задач на сегодняшний день. Поиск этих больных, стратификация этих пациентов является очень важной. Кроме ПДЛ-1, есть еще и ПДЛ-2, и в роли тоже в сегодняшний день уделяется большое значение, как в прогностическом, так в том числе и в выборе и эффективности проводимого лечения, в том числе иммунологического. Но если говорить все-таки о мучевом пузыре и о первой линии, то понятно, что на сегодняшний день есть режимы на основе цисплатины, стандартные МВАКС, геностанинцы цисплатины демонстрируют хорошие эффекты как по общей выживаемости, так и по числу ответов, и на сегодняшний день они впрямую конкурируют, они не уступают иммунотерапии, поэтому те пациенты, которые на сегодняшний день реально могут получить это лечение, должны подвергаться именно этим режимам лечения. Они не устарели, они актуальны на сегодняшний день, и еще раз повторяю, они демонстрируют эффекты чуть ли не лучшие, чем пока иммунотерапия. Конечно, основным камнем преткновения являются те противопоказания для этой терапии, которые хорошо известны химиотерапевтам, но поверьте, они вообще неизвестны урологам и ряду онкоурологов. Мы максимум, что помним, это почечную недостаточность, а все остальное, поверьте, мало кто из урологов даже помнит все эти критерии. И поэтому, конечно, и по развитию проблемы, это основная проблема, потому что больные с прогрессирующим раком мочевого пузыря, это двусторонний гидронефроз, это прогрессирующая почечная недостаточность, и до 60, до половины пациентов не могут получать терапию именно в связи с развивающейся почечной недостаточностью. А если оценить остальные критерии, то еще больше пациентов не может получать. Поэтому проблема тех больных при раке мочевого пузыря, которые не могут получать стандартную классическую химиотерапию на основе цисплатины, достаточно большая. Раньше предлагались схемы на основе карбоплотина, но, к сожалению, естественно, эффекты были, но эффективность была почти в половину ниже по сравнению со схемой на цисплатины. Поэтому основная задача урологов, которую мы сейчас активно достаточно доносим, это соблюдение этапности лечения этих больных. Если пациент соблюдает все этапы, если его не лечат бесконечно трансуртральными резекциями, а соответствующе направляют на очередной этап лечения, то тогда он подойдет к этапу химиотерапии в том состоянии, в котором можно будет провести адекватную и эффективную химиотерапию цисплатины. И мы этих пациентов действительно будем лечить высокоэффективно. И поэтому вот это вот соблюдение этапности, которое, к сожалению, у нас в Российской Федерации достаточно с большим трудом развивается и соблюдается. И чаще всего пациентов жалеют, говоря о том, что мы же ему сохраним мочевой пузырь. Мы не будем делать радикальную сестоктомию или вообще не будем говорить хотя бы о трехмодальном подходе. Лучше мы его будем проводить в трансуртральной резекции. А вот если вспомнить тот слайд, когда действительно есть генетически стабильные и нестабильные формы, и когда она переходит в генетически нестабильную форму, этот процесс развивается очень быстро. И времени у нас порой в этой ситуации уже нет. И очередная одна трансуртральная резекция может создать такую ситуацию, что пациент не получит дополнительные возможности в адекватном лекарственном лечении. Ну и прямое сравнение этих режимов также показало преимущество все-таки на основании цисплатина. Конечно, с появлением современной иммунотерапии препараты были использованы сначала во второй линии после цисплатина. Они показали определенную свою эффективность, хорошие высокие уровни выживаемости, как беспрогрессивный, так и общий. И тем более при сравнении с той, ну, такой схемой искусственной вифлунином, которая, в общем-то, не демонстрировала улучшение выживаемости. Но тем не менее, ввиду того, что, наверное, во-первых, не было ничего, а во-вторых, все-таки были действительно и симптоматические эффекты, ну и при дальнейшем отборе определенной жестко отобранной популяции все-таки было зафиксировано улучшение выживаемости на два месяца. Поэтому, как минимум, в Европе этот препарат был зарегистрирован. Но по сравнению с ним все-таки даже во второй фазе исследования эти препараты демонстрировали свой эффект. Они были зарегистрированы для терапии этих больных для тех, у кого невозможно было провести лечение с эсплатином. И так они вошли в первую линию. Конечно, на основании исследования ВИГР-210, пациенты после эсплатина, получающие тезализумаб, где было так продемонстрировано во второй фазе, достаточно хороший уровень выживаемости, ну, практически сравнимый со схемой с эсплатиной превосходящей карбоплатин. Хороший уровень ответов. Вот так как раз ситуация, когда в начале пути говорили о том, что неважно определять педель экспрессию, и никакой роли она не играет, и как при высокой экспрессии, так и при низкой есть определенное число ответов. Но, тем не менее, при высокой экспрессии педель-1 число ответов все-таки было несколько больше. Но первоначальные рекомендации были, что делать этого не стоит. Исследование Киноут 052 с пембролизумабом, который также показал свою эффективность у этих больных. Здесь уже тестирование педель проводилось с оценкой комбинированного фактора как на лимфоцитах, так и на опухолевых клетках. Возможно, это действительно повышает чувствительность этой системы. Но, тем не менее, на сегодня мы должны понимать, что все-таки для основных препаратов при раке мочевом пузыря, для тезолизумаба и для пембролизумаба мы должны иметь отдельные системы и желательно проводить анализ именно на их основе, предполагая уже использование того или иного препарата. Хорошее число ответов в этом исследовании было продемонстрировано на препарате пембролизумаб, а также достаточно высокий уровень медианы общей выживаемости у исследованной группы больных. Опять же, была зарегистрирована разница между пациентами по числу как общей выживаемости, так и по числу ответов в зависимости от экспрессии педель-1. И было продемонстрировано, что, конечно, те пациенты, которые экспрессируют педель-1 в высокой степени, они имеют лучшие эффекты. Но, опять же, при первых исследованиях требований не появилось, что мы должны все-таки тестировать этих пациентов по статусу и определению. Было продемонстрировано улучшение общей выживаемости при различных анализах, предъявительных сроках наблюдения. Если посмотреть суммарную таблицу, то понятно, что один или другой препарат демонстрирует в разных исследованиях несколько разные, возможно, цифры. Но, тем не менее, мы видим, что иммунотерапия очень приближается к препаратам на основе цисплатины, и именно поэтому даже на основании второй фазы эти препараты были рекомендованы в первой линии. И при этом все-таки при дальнейших исследованиях было показано, что определение педель-экспрессии является важным фактором определения прогноза и ответа, и было показано, что те пациенты, у кого экспрессия педель-1 низкая, они лучше отвечают на схемы с карбоплатином. И поэтому на сегодняшний день в стандарты мы получили, что те пациенты, которые не подлежат лечению на основе цисплатины, должны тестироваться по педель-статусу. Еще раз повторю, стоит желательно тест системы, которая предназначена непосредственно для того или иного препарата, и в зависимости от этого мы должны пациентов стратифицировать на проведение терапии со схемами химиотерапии, если педель-экспрессия низкая, и если педель-экспрессия высокая, то мы должны этих пациентов направлять на дальнейшее лечение иммуно-алкологическими препаратами, что в принципе еще раз говорю, сегодня уже является стандартным, является важной рекомендацией для каждого конкретного пациента. И вторая линия терапии. Понятно, что здесь иммуно-онкологические препараты заняли безоговорочно свое место. Повторю еще раз, у них не было никакой альтернативы. Как ни волума продемонстрировала во второй фазе определенный, то есть эффекты и хороший уровень выживаемости, опять же, при сравнении ответов в зависимости от экспрессии было получено различие, но в силу того, что альтернативы у нас нет, а даже те пациенты с низкой экспрессией имеют право получить ответ, на сегодняшний день для этой категории больных во второй линии мы всем пациентам, независимо от педель-экспрессии, можем назначать эти препараты. И уровень выживаемости также в этом исследовании был достаточно высокий после препаратов цис-платины, что позволило рекомендовать эти препараты для дальнейшего использования. Еще один очень важный факт, о котором тоже мы часто достаточно говорим, и он рождается из того, что я говорил выше, то, что эти пациенты, если отвечают, то ответы у них достаточно долгие, и они более длительные, чем ответы при химиотерапии. Это было показано и при исследовании неволумаба, и поэтому вот эта стратификация и выявление тех пациентов, которые хорошо ответят на лечение, является достаточно важной задачей. Еще один препарат, который исследовался второй линии, также это отозолизумаб, который также продемонстрировал хороший уровень ответов и достаточно высокий уровень выживаемости. Но при этом рандомизированное исследование третьей фазы не продемонстрировало преимущество отолизумаба перед стандартной схемой химиотерапии на основе флуина, дезотоксела или поклитоксела. При этом, возможно, дальнейшее наблюдение, возможно, дальнейшее расхождение кривы будет более достоверно, но, тем не менее, на сегодняшний день достоверных различий нет. И при этом, мне кажется, что есть очень важный, наверное, момент, что все-таки это было первое исследование в этой области. И, возможно, определенные вопросы к дизайну, они определяют в том числе и в дальнейшем оценке результатов, могут какое-то влияние на эту ситуацию привносить. И именно поэтому эти препараты остались на сегодняшний день в рекомендациях. И они действительно показывают свои эффекты у пациента во второй линии. Ну и, конечно, пембролизумаб, который в исследовании третьей фазы продемонстрировал безоговорочное улучшение результатов как общей выживаемости, так и безрецидивной выживаемости, прослеженной в течение двух лет. Достаточно выраженное расхождение мы видим кривых и, в том числе, естественно, статистически значимое различие. И в том числе с вифлунином, который в основном брался как стандарт, а при этом, по сути, убедительных расхождений выживаемости при оценке вифлунина со стандартным поддерживаемым лечением не было. Подобные эффекты были продемонстрированы для всех субгрупп пациентов, страдающих раком мочевого пузыря в терапии второй линии. Также был продемонстрирован высокий уровень ответов. И в том числе, опять же, был показан тот самый эффект, что если пациенты отвечают на иммунотерапию, то отвечают они достаточно длительными ответами. И вот эта статификация, еще раз повторю, отбор этих пациентов, наверное, на сегодня остается основной и важной задачей. И еще одна тенденция, да еще одно такое направление, которое наверняка просто изменит все те стандарты, которые есть, а в кочке оно уже, по сути, завтра будет в стандарте, и в стандарте опять было описано, это комбинация препаратов. Понятно, что мы уже прошли, по всей видимости, на сегодняшний день ту точку монотерапии, моно-иммунотерапии этих больных и комбинации, различные комбинации, как между иммунологическими препаратами, ну как минимум у нас есть два препарата, это локатор СТЛ-4 и ПД-1 пути. И вот в частности в этом исследовании при комбинации неволумаба и плелумаба были продемонстрированы хорошие результаты по общей выживаемости, также они зависели от экспрессии ПДЛ, и также они демонстрировали эффекты как по общей, так и безрецидивной выживаемости. И вот, наверное, та такая суммарная диаграмма, показывающая, что, наверное, все-таки монотерапия всеми иммунологическими препаратами мы имеем право ожидать приблизительно одинаковую эффективность у этих пациентов. Но при этом мы видим, что комбинация препаратов, она все-таки демонстрирует предпочтительные эффекты, в том числе и в этих категориях больных. Еще раз повторю, для почки, я думаю, что уже в ближайшие полгода мы уже увидим абсолютно новый стандарт, где будет преимущественно комбинированная терапия, комбинация ингибиторов тирозинкиназ и иммунологических препаратов, или комбинация иммунологических препаратов между собой. То же самое произойдет, по всей видимости, с каким-то временем и для рака мочевого пузыря, так как все-таки на комбинированной терапии как число ответов, так и общая выживаемость значительно лучше. Ну а вот ту мысль, о которой я говорил, я хотел бы закончить словами Норштейна. Норштейна, это самая известная мультипликарта Российской Федерации, и буквально сегодня прочитал эту фразу, помните, какой длины были дни в детстве. Каждый день стоял сам по себе, сегодняшнее использовалось сегодня, а для завтрашнего счастья отвозился завтрашний день. Поэтому у нас сегодня уже есть большое счастье, что мы имеем эти препараты, и мы уже на солнечной стороне, время, а впереди еще продолжение этого счастья и новое счастье в новом мире. Поэтому всем удачи и новых свершений.